Сколько она покупаешь себе набор, и сзади него съедаешь. Пирожные – это уже будто из прошлой жизни. Почти за год Татьяна сбросила 45 килограммов, и это без физических нагрузок. Сейчас она весит 97 и не останавливается на достигнутом. Все это время девушка работает с диетологом, дистанционно. В рационе кисломолочные продукты, яйца, крупы. Татьяна убедилась на себе – питаться правильно не значит дорого. Основная масса сейчас в моем питании – это овощи и фрукты. Причем очень часто употребляю, например, цитрусовые. Огурец – его можно есть всегда. Несмотря на то, что это тепличный огурец, в нем очень много клетчатки. Да, может быть, там витаминов в них тепличных не столько, сколько в тех летних, которые продаются. Но нам нужна клетчатка. То есть они как минимум не вредные? Они как минимум не вредные, да. В 90% случаев спутник ожирения – сахарный диабет, говорят врачи. Поэтому в Алтайском крае много не только полных жителей, но и тех, кто страдает диабетом. Сколько именно в регионе людей с ожирением – сосчитать сложно. Но их становится все больше, утверждают эндокринологи. Если посмотреть еще на людей, которые ходят по улице, мы понимаем, что распространенность ожирения реальна, она на самом деле еще выше, чем зарегистрированная. По крайней мере, по ощущениям, процентов 30 взрослого населения, которые приходят на прием в поликлинике, страдают ожирением. И здесь на помощь должны прийти эндокринолог, кардиолог, диетолог, а иногда и психотерапевт. Ведь страсть к еде – одна из форм зависимости, как наркомания и алкоголизм. Есть такое даже психологическое выражение, как вырабатывая защитную пленку на свое тело, защищая от посягательств этого агрессивного мира. Кстати, диетологи говорят, что люди в зоне риска не должны съедать более 50 граммов сладкого за день. Сдержаться трудно, но труднее жить с висцеральным жиром. Внутри живота находится весь этот жир не в подкожно-жировой клетчатке, а внутри – в органах, в печени, в желудке, в поджелудочной железе. И вот этот жир, он очень агрессивный. Он повышает у нас холестерин, вызывает атеросклероз. Также ожирение в три раза повышает риск смертности при коронавирусе. Вентиляция легких, она и так страдает из-за поражения ковидом. И в этом случае она страдает еще в большей степени. И этих пациентов, если у них развиваются достаточно тяжелые осложнения, то есть снижается значимая сатурация кислорода, и их необходимо переводить на ИВЛ, то их даже интубировать сложно. Понимаете, это тоже должно быть довольно высокое мастерство. В какой-то момент Татьяна начала мучить одышка, стало трудно обуваться, появились отеки ног, начала развиваться гипертоническая болезнь, встала угроза сахарного диабета. Диета уже была необходима. Я через месяц уже увидела результат, именно который на моем здоровье отобразились. И я из-за этого, вот это вот больше всего меня смотивировало. Кстати, Татьяна уже раздала всю старую одежду больших размеров, чтобы не было соблазна вернуться к прежним формам. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.